Приезжают батюшки тараканскому, ну помогали там, это самое, я говорю, найди мне книжку. Матушка приносит, достает первую попавшую книгу. Там много у нее, 52, я их всех обработал. Достает и говорит, я открываю книжку и сразу попала на моего прадеда. Серьезно? Ну я не знаю, она мне сразу, то ли искала мне, так сказала, то ли это в самом деле. Вот, ну как бы, ну история довольно-таки хорошая штука. Вот тут это то, что вы уже видели, кто видел в плане, это фотографии, которые, ну грубо говоря, наверное, давно я 40 семей обошел. Брал фотографии интересные и они нашли сюда въезд, потому что практически в книгу все фотографии не войдут. Тут где-то 650. Вот это вот одна из фотографии, это наши американцы, которые были там, в Америке. И вот, тут, кстати, я хоть, мы с Кольей не родственники, но деды были там. Дружили. Дружили, да. Ну они дружили, а потом, а еще Скирук, Яким, Якимович, был тоже с поселка, они в Дроинчин выехали. И, говорит, наши там, наши выезжали туда, начиная с 903-го и уже по 2000-х годах туда выезжали. И, говорит, пришли там тоже собирались, вот, допустим, местность, деревня, и так тоже делают клубы и все свои, собираются, песни там, ну общения вот эти, которые выехали. Вот, и, говорит, выходят такие, мы думаем, что ж там концепт будет, как и у нас. И спрашиваю, а откуда приедут, с Березы, с Бреста, я вну свои, а кто ж тут свои? То же самое и там, собрались в Америке, вышли, а тут выходят два наших, мой дед из поселка, и мои хлопцы пропели, и все. И все, вспомнили молодость, постояли, поговорили. Ну и тут вот эти вот улицы, потому что практически у нас, ну мы не ценим этих документов, что есть. Потому что, ну есть, а самое главное, не успеваешь за стариками. Вот планировал встретиться с человеком, а чуть позже, други, ладно, что-то все, приходишь, а человека уже нет. Ну, в планах дальше, как бы тут, я захотел историю про Шевикской волосы. В волосы входило 20 деревей. Ну, кстати, вот кажется так, ну, живем, живем, я уже Володе и подкасику сколько раз говорил, там была табличка написана. Подкасики бояры, вот у нас даже были, ну, бояры не то, что они были, как помещики, они были просто крестьянами, но на время военной службы они должны были поставлять в армию солдат. А в мирное время они типа полиции были и типа пожарников, ну и им пенсию тоже платили. Но церковь была поделена на два прихода. Одна треть в Рашевичи и две трети в Хомску. И вот старые, вот там документы берешь, там даже написано «казенные крестьяне» или «панские», так называли в том деле. И вот фамилии «возьми казенных крестьян», они в кладбище Прошелинское, в сторону Ассамлята. А вот эти, которые хомские, то находятся тут. Ну, и планы тут тоже, вот, карты. Был, ну, изучение тут по местным архивам понятно. И Брест, и Минск, Гротно, был в Варшаве и в Биргусе. Ну, заинтересовался, как говорят, заболел человек. Это практически история всей нашей драгичевщины. Она очень интересна еще тем, что здесь люди. Люди, которые в истории, в рассказах, в этой книге. И я немножко повторюсь, потому что у нас была презентация этой книги в Ульковском сельсовете. Я работала с 87-го года в Семеновской школе. Ну, и, естественно, в учительской там разговаривали, называли разные фамилии. Я открывала журнал, но таких фамилий я не находила. Оказывается, у каждой семьи было вот какое-то свое название. Очень интересное, конечно. То, что так вот еще до нас, говорится, молодых и зеленых водили по деревне, чтобы определить куда-то на жительство. Ну, и потом, говорят, куда вас водили? Я говорю, водили на такого-то амуриканте. И сегодня, когда, конечно, я, говорится, проработала эту книгу, и помню, как действительно вышел очень такой высокий, красивый, пожилой человек, что-то в нем действительно что-то было необычное. Вот, оказывается, что история этого человека необычная. Вот. Ну, еще также хочу сказать, что сами Симоновичи находятся достаточно интересны в таком историческом месте. Много моментов, когда немножко создавался музей, там для каждой части деревни есть своя история. Книги тоже она есть, она очень интересна. И, конечно, я очень жалею, что этой книги не было в 80-х, 90-х. Книги тоже она есть, она очень интересна. Книги тоже она есть, она очень интересна. Книги тоже она есть, она очень интересна. Симонович, ну, эти встречи начались, Симонович, как сказать вам. Кто родоначальник? В презентации книги Климчука Федора Даниловича поехали туда, Горбейко, ну, Леонид, ну, ездили с Бреса там, это ехали, поехали, интересно, все, ну, презентация была книги, Новый Завет. На Старопольске. На Старопольске. Да, на Старопольске, на Симоновском был. На Симоновском. Да, на Симоновском был. И у нас такой есть еще земляк Витвинко Сергея Александровича, который написал книгу про Симоновича. И все началось движением. Интересно, и даже встречаюсь с своими одноклассниками, ну, своими одногодками, все это. А чтобы не было этой книги, не встречались бы нигде. Увидишь вот людей, увидишь, как они, какие они есть. Короче, Сергей Александрович заразил историей всю деревню. Да, да, да. Это точно, что все это. Как вас зовут? Степан Степанович. А вы сами откуда с этой деревни родом? Да, вот мы. Здесь вы живете? Да, здесь живет. А расскажите, что за мероприятие, вот как вы узнали о нем, как вы сюда попали и вот ваше впечатление. Попали случайно. Мы приехали на родину посмотреть дом, встретиться, пообщаться с братьями. Ну, и увидели объявление на автобусную остановку Керска, что состоится это событие. Тем более, автор, это наш, мой террористый брат. Мы эту книгу у него приобрели, прочитали все, изучили уже досконально. Знаем людей, историю, благодаря этой книге, благодаря брату. Это была такая встреча, люди сами организовали, никто? Да, да, организовали люди. Ну, видимо, автор книги Сергея Александровича. Конечно, это очень, я думаю, для сельчан, земляков, кто уже, кажется, не живет здесь. Но это ихняя родина, это большое событие. Книга очень интересная. Авторы очень много поработали. Краеведение, ну, это такой момент, который захватывает, остановиться, можно сказать, невозможно. История данного края очень богата. И сегодня на мероприятии, которое проходило здесь, я думаю, ну, подтвердила мои слова с таким энтузиазмом. Слушали. И, наверное, если каждого подняли, всех кто-то что-то сказал. Потому что в душе у каждого есть что-то такое, что накипело, родное, близкое. Во многих здесь прошло детство, юность, здесь похоронены их родители, деды, прадеды. Поэтому мероприятие очень нужное, важное, интересное. Я даже могу сказать, даже историческое, в каком-то смысле. Ну, вот автор, который заболел историей, болезнь оказалась заразная. Он охватил всю деревню. Ну, всю деревню пока нет, потому что... Ну, хотя уже, вот, допустим, для документов, у меня уже где-то я, наверное, домов 40 обошел. Брал фотографии, сканировал, собирал интересные вот эти. Потому что уходят жители, пропадают фотографии, а вот эта история сохраняется. Но это автор одно. Но меня, допустим, я очень благодарен и доволен, если бы вот такие встречи у нас дальше продолжались. Люди, жители выходят, общаются, концерт. Ну, на Западе это очень распространено. Я думаю, что это и у нас дальше будет. Ну, это и востребовано. Да, конечно. Это общение, это люди, это жизнь. Люди уходили счастливые, я честно говорю. Это был не концерт со столами, это просто вот пообщались. Это просто такое, да, общение. И заряд эмоций у людей был. Я не знаю, как это. Я думаю, что все довольны. Ну, и вы еще планируете какие-то такие встречи? У вас есть какие-то планы по работе? Ну, как бы так, я бы хотел, допустим, еще одного человека пригласить. Потому что буквально вчера меня перехватили по дороге с Пинска. Оказывается, люди с Ирландии интересуются книгой. И вот человек. Одну книгу в Польшу, другую в Ирландию. И у меня сообщение сегодня пришло благодарность. Люди, выходцы с нашей деревни. И тоже интересуются, как бы узнать нам дальше своих предков. Ясно, спасибо.